Продолжение следует... 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 В ПСА есть противоопухолевые антиангиогенные эффекты. Это дало повод к дальнейшим исследованиям. Я думаю, что у ученых были мысли использовать этот антиген в лечебных целях. Однако наряду с противоопухолевой ролью было выявлено и опухолестимулирующее действие ПСА, особенно влияющее на костное метастазирование. Дело в том, что ПСА является протеолитическим ферментом, который растворяет комплексы, в частности комплекс инсулиноподобного фактора роста 1, который является метагеном в качестве пролиферации остеобластов. Основные тест-системы это гибритек и ВОЗовская калибровка. И об этом нужно помнить, когда мы сравниваем данные у одного пациента. И перейдем к специфичности и чувствительности этого метода. Дело в том, что действительно специфичность его не очень высокая из-за того, что он повышается при ряде других патологических состояний. И тем не менее, когда на заре применения ПСА ученые и врачи использовали в качестве скрининга только пальцевое ректальное исследование, вот эта статья, базовая статья Каталоны, Вильяма Каталоны, оно показало, что применение ПСА значительно повышает возможности диагностики раннего рака предстательной железы. А в сочетании с другими данными, скажем, с пальцевым ректальным исследованием, а если к этому еще и подключить ультразвуковое исследование, эти возможности становятся значительными. Ну и, собственно, вот этот исследователь и определил вот этот уровень дискриминационной ПСА, которым многие длительное время пользовались. И это же исследование и ряд других похожих исследований послужил стартом для эросистематического скрининга, который сначала стартовал в Европе, потом через год в США. Это были большие надежды. К сожалению, они не оправдались и в 2009 и в 2013 году были опубликованы практически идентичные данные, как Рейновского метаанализа, которые, к сожалению, развенчали возможности популяционного скрининга. И в 2012 году группа экспертов по профилактике заболеваний в США, по сути, запретила популяционный скрининг. И дальше были выпущены обновления в 2017 году, которые перевели скрининг у мужчин в возрасте до 70 лет на рельсы индивидуального скрининга, а пациентам старше 70 лет показания не были выдвинуты. И вот одно из самых последних исследований, которое показало действительно 18-летнее наблюдение за пациентами из пяти рандомизированных исследований по скринингу предстательной железы, к сожалению, не оказавшие никакого влияния ни на канцероспецифическую выживаемость, ни на общую выживаемость. Более того, вы видите в последнем графике количество распространенных форм рак предстательной железы увеличилось. И по этому поводу очень много дискутировал родоначальник ПСА Ричард Аблин, который считал, что это крайне коммерческое мероприятие. Теперь давайте поговорим все-таки о том, как мы можем понимать, что может нам дать измерение общего ПСА. Дело в том, что действительно исследователи пытались прогнозировать будущие риски. И было такое исследование, в котором после проведения радикальной простатоктомии на стадии Т1С в дальнейшем оценили уровень инициального ПСА и факторы риска заболеваний. И оказалось, что действительно в серой зоне пациенты имеют наилучшие характеристики рак предстательной железы. Дело в том, что мы все с вами знаем, что действительно уровень ПСА является определяющим для того, чтобы мы эмпирически уже пытались спрогнозировать, в какой группе риска этот пациент находится. И мы знаем, что ПСА выше 40, ну, скорее всего, будет инвазия в капсулу. Больше 100 у пациента, наверное, есть лимфогенные или костные метастазы. Поэтому это все действительно так. Однако вот Томас Стэйми из Стэнфордского университета, он показал, что да, действительно, на уровне... в тот период времени, когда начался скрининг активно, это пациенты, включенные с 83 до 98 года, действительно, это корреляция высокого ПСА и высокой группы риска, она сохранялась. Однако в последующие годы степень корреляции снизилась. Более того, некоторые авторы пытались спрогнозировать метастазирование у абсолютно здоровых пациентов. И выяснилось, что те, кто заболеет раком, действительно, уровень ПСА на момент тестирования его в здоровом состоянии, он может коррелировать и с метастазами ракопростаты, и с риском смерти. Но он и доказал, что уровень ПСА становится более прогностичным именно в третьей группе, которая... это группа старше 55 лет. Мы все с вами сталкиваемся вот с той самой серой зоной, которая приносит нам большие... и пациенту тоже большие волнения. Поэтому ученые пытаются найти в этой серой зоне какие-то лазейки для того, чтобы попытаться понять, как двигаться дальше. Поэтому были внесены, конечно же, возрастные коррективы в уровне ПСА. Уровень ПСА был снижен в том числе, и этому послужило большое исследование Яна Томпсона. Вы его прекрасно помните. Это профилактика феностеридом пациентов, у которых не был диагностирован рак предстательной железы. И, тем не менее, потом ученые соединили объем предстательной железы, возрастные нормы и уровень ПСА. Одним из самых часто применяемых методов увеличения специфичности общего ПСА – это соотношение свободного и общего ПСА. И все-таки мы знаем, что при уровне ПСА в серой зоне вероятность обнаружить рак предстательной железы наиболее высока, если доля свободного ПСА менее 10%, а если же она более 25%, то риск обнаружить рак простаты минимальный. Следующие попытки были в отношении плотности ПСА, которое рассчитывалось как отношение ПСА к объему предстательной железы. И для определения объема, естественно, использовался трансректальный ультразвук. Эти все исследования показали, что все-таки ПСА-денсити ассоциирована с клинически значимым раком предстательной железы, но только при простате малого и среднего объема. Скорость увеличения ПСА – один из достаточно внедряемых в практику величин. Однако многие исследования, к сожалению, не показали ее ценности. И вот последний метаанализ, который включал, по-моему, более 300 работ, он, к сожалению, не показал преимуществ. Но в 2010 году рекомендации НСС и НССН все-таки включили этот параметр у больных с пренегативным раком предстательной железы. Ну, этот слайд вы все прекрасно помните. Время удвоения ПСА мы не используем для ранней диагностики, но прекрасно используем его при решении вопроса о комбинированной гормональной терапии неметастатического рака предстательной железы. Позвольте в связи с отсутствием времени не останавливаться на дополнительных маркерах, которые мы имеем. Однако на сегодняшний момент мы понимаем, что нам недостаточно одного или двух параметров, поэтому мы пытаемся включить своих больных в рамках индивидуального скрининга в номограммы и калькуляторы риска. Вы видите на графиках, что исследовались две самые крупные калькуляторы риска, возникшие из исследований PCPT и европейского скринингового исследования. Они абсолютно идентичны, можно использовать любые. И это еще одна из самых последних номограмм для азиатской популяции. Она уже включает не только то, о чем мы сейчас говорили, но и включает систему PIRAT. Дело в том, что действительно, включая мультипараметрическую МРТ, мы значительно улучшаем возможность диагностики рака предстательной железы. Мы можем проводить целенаправленную биопсию и даже прогнозировать и стратифицировать риски. Вот такой клинический пример. 75 лет пациент, 32 ПСА, 5 отрицательных трансферектальных биопсий. Вы видите, линзообразный рак фибромаскулярной стромы, находящийся перед гиперплазированными узлами. Только таргетная биопсия позволила выявить у этого пациента рака высокого риска. И в 2021 году Европейская ассоциация урологов объединила всю ту историческую подоплеку, которую я сегодня вам озвучил. И вот сегодня есть такая рискодаптированная стратегия, по которой мы и должны двигаться. Что еще хотел бы сказать? Есть ряд феноменов, которые мы должны учитывать. Один из них – это пиковый подъем ПСА после брахиотерапии. Лично у меня было два пациента, у которых после брахиотерапии на инициальном уровне ПСА-3 ПСА поднялся в течение первых 3 или 4 месяцев до 15. И вот этот феномен описан, исследован. Дело в том, что этих пациентов – это обычно молодые пациенты с большим объемом предстательной железы. У них высокая экспрессия CD3 и CD8 в опухоли. И это коррелировало у данных авторов с лучшими результатами противоопухолевого лечения, хотя было проведено еще 5 исследований, которые не показали преимуществ. Еще один феномен говорит о том, что… Вот помните, я показывал исследование томосистемии, в котором испортилась корреляция высокого ПСА и высокого риска. И вот одно из исследований доктора Помпо, оно показало, что очень низкие и очень высокие цифры ПСА, они, к сожалению, ассоциированы с худшими онкологическими исходами у больных с низкодифференцированными опухолями. Еще один аспект, который мы, к сожалению, не учитываем в связи с занятостью. Однако вот была такая статья, которая показала, что вот тот дискриминационный уровень биохимического рецидива, который мы оцениваем, он не совсем тот, который необходимо оценивать. Вы видите, что 10-летняя выживаемость без прогрессии у больных после радикальной простатоктомии и в группе без метастазов в лимфоузлы и с метастазами значительно разнится, и, конечно же, это очень важный аспект. Да, появляются новые маркеры, появляются новые алгоритмы, которые соединяют уже большие технологии, поэтому вот хотел бы на этом этапе остановиться и сказать, что мы все равно будем диагностировать очень много клинически незначимых раков. Но единственный способ уменьшить избыточное лечение – это оборвать связь между диагностикой и активным лечением. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Владимирович, очень, мне кажется, исчерпывающее сообщение. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, а существуют ли работы по оценке, допустим, кинетики ПСА, скорости роста ПСА у пациентов, находящихся в серой зоне, которым мы выполняем неоднократно биопсии предстательной железы, и если есть, то как-то можно сейчас их применять в практике для улучшения результата? Я в этом плане, да, действительно, все вот эти ухищрения, которые мы делаем с общим ПСА, они, конечно, рассчитаны на пациентов в серой зоне. Многие исследования действительно не показали время увеличения ПСА как прогностический фактор, однако, вот когда я показывал рискоадаптированную модель Европейского общества урологов, там существуют такие рукава, где мы не подтверждаем рак предстательной железы даже на добиопсийном этапе. И вот именно эти пациенты являются тем местом приложения, где мы можем использовать как раз вот эти данные по увеличению ПСА, потому что пациент при дальнейшем обследовании, активном, простите, наблюдении и при признаках увеличения ПСА он возвращается снова на тот диагностический круг, который мы имеем. Спасибо, Сергей Владимирович. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, безусловно, с введением этого маркера жизнь пациентов, страдающих раком предстательной железы, несколько изменилась, как изменилась жизнь нас, нас, специалистов, которые занимаются этой проблемой. Но в то же время еще раз бы хотелось бы подчеркнуть, что просто специфический антиген – это все-таки не рак, а специфический антиген, несмотря на все корреляции, которые мы видим и которые знаем. И мне бы хотелось задать вопрос уже не Сергею Владимировичу, с нами Нина Андреевна, Горбань, известный эксперт в области гистологии рака предстательной железы. Нина Андреевна, скажите, а вот при биопсии, при выполнении простаток томии, когда вы получаете материал, нужно ли указывать уровень ПСА и насколько это важно для морфолога при планировании, при формировании заключения? Лучше указывать. На мой взгляд, лучше указывать уровень ПСА. С одной стороны, врач, который смотрит биопсию, получил этот материал, видя повышенный уровень ПСА, может быть, как-то и не найдя опухоли, может быть, еще раз пересмотрит материал, сделает дополнительные срезы, какие-то подозрительные участки отправит на иммунодистохимическое исследование. Но если есть обратная ситуация, когда врач видит рак, тем более с высокой суммой глиссона, и при этом низкий ПСА, здесь стоит задуматься, а аценарная ли это аденокарцинома? Нет ли тут компонента, например, протоковой аденокарциномы, которая не дает такое повышение ПСА или может вообще молчать? Или, допустим, это рак с нейроэндокринной дифференцировкой, которая радикально меняет и прогноз пациента, и, соответственно, ваши подходы к лечению этого пациента. Поэтому как какой-то косвенной информации, которая сподвигнет при каком-то несоответствии между морфологической картиной, которую видит врач-морфолог, и уровнем ПСА, позволит лишний раз проконтролировать этот случай и не упустить чего-то. Поэтому, конечно, уровень ПСА должен быть указан в направлении каждого пациента. Но в заключении мы не отражаем. Хотя, наверное, сейчас мир идет к тому, чтобы отражать, соответственно, операций и морфологическое заключение, возможно, и уровень ПСА, в принципе, это был бы хороший шаг, полезный для всех и для морфологов, и для онкоурологов. Спасибо, Нина Андреевна. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо.